Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Полина Вольфович. А меня зовут Маргарита Вольфович. Мы дочери Виталия Абрамовича Вольфовича. Наш папа зажег этот замечательный камин, который долгое время согревал всех вас. Сегодня мы бы хотели поделиться с вами воспоминаниями о папе, о том, как все начиналось. И естественно, что вся наша жизнь с самого детства была связана с творчеством, с музыкой, с танцами. Ну, потому что по-другому быть не могло. Я, получив хорошую подготовку в Челябинске, самостоятельно, без помощи родителей, поступила в хореографическую школу во Франции, выдержав конкурс в 20 человек на место. Сейчас у нас есть дети. Внук и внучка Виталия Абрамовича. Сергей и Алиса. С внуком Виталия Абрамовича Сергеем, сыном Полины, связана очень интересная история. Папа дома репетировал песню «Незабудка». Вы ее все знаете. Замечательная такая песня. А внук сидел в соседней комнате. И вот он сидел-сидел и подходит к деду и говорит, «Дед, ты знаешь, вот у тебя там строчка есть такая, голубые, как небо, глаза, а у меня все время в голове крутится «Не забуду тебя никогда». Вот в самом конце давай ее поставим». И папе очень эта идея понравилась. Он включил ее в песню. И можно с уверенностью сказать, что песня «Незабудка» – это продукт нашего семейного творчества. Так давайте же ее сейчас и послушаем. Лишь представлю тебя на минутку, станут мысли светлые и легкие. Снова видятся мне незабудки, что растут по лугам у реки. Незабудки цветы, незабудки в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Глубину этих глаз огнутся, прелесть скромной, познав красоты. И захочется снова вернуться в рай лугов из мирской суеты. Незабудки цветы, незабудки в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Снова это весеннее небо мне напомнило цвет твоих глаз. А с тех пор, как на родине не был, вспоминал их, конечно, не раз. Незабудки цветы, незабудки в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Незабудки цветы, незабудки в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, не забуду тебя никогда. Не забуду тебя никогда. Когда я родилась, мой папа был концертирующим баянистом. И они жили с моей мамой в однокомнатной маленькой квартире. Папа по 8 часов в день репетировал одни и те же произведения. И уже к двум годам у меня обнаружили абсолютный слух, потому что это просто было невозможно по-другому. Когда одни и те же произведения папа репетировал 8 часов подряд. И я, естественно, все их выучила наизусть. И тем самым слух у меня развился очень быстро. И здесь бы хотелось вспомнить очень важную для нашей семьи песню. «Никто тебя не любит так, как я». Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя Ну, где же ты, любовь моя Для кого твои глазки горят Для кого твое сердце стучит С кем ты делишь печаль Где же ты, любовь моя Для кого твои глазки горят Для кого твое сердце стучит С кем ты делишь печаль Ну, кто тебе сказал, что нынче в гости И золотые листья на земле Кто тебе сказал, что ровно в гости Я не приду, любимая, к тебе Ну, где же ты, любовь моя Для кого твои глазки горят Для кого твое сердце стучит С кем ты делишь печаль И вот стою в вагоне у окна А за окном чужая сторона И вспомнил я тогда твои глаза Любимая, хорошая моя Никто тебя не любит Так, как я Никто не приголубит, так, как я Никто не поцелует, так, как я Любимая, хорошая моя Но где же ты, любовь моя Для кого твои глазки горят Для кого твое сердце стучит С кем ты делишь печаль А сегодня к нашему огоньку Присоединился известный вам уже Исполнитель Сергей Санайко Здравствуйте, Сергей Здравствуйте Сергей, расскажите, пожалуйста Как вы первый раз познакомились с папой Мои друзья, значит, позвонили На передачу Вот сказали, что у нас в районе Вот есть такой исполнитель Не могли бы вы его, значит, пригласить На что он сказал, что надо прислать Записать на диск Неск фрагментов выступления И передать его Дом культуры Железнодорожников Или Дворец культуры Так я и сделал Очень долго не было звонка И я уже совсем потерял всякую надежду На то, что я когда-то Я посчитал так Но раз не позвонил Значит, я просто не подошел И дело случая Я был в гостях у своих знакомых И вот я говорю Он мне вот написал письмо Виталию Абрамовичу Диск отправил И вот никаких вот Говорят так Бери ручку, записывай номер телефона Это был номер телефона Виталия Абрамовича Иди звони Он ждет твоего звонка И он сказал Почему ты не звонил? И это было в мае месяце И значит, он мне говорит Вот 12 июня у нас будет В Дворце Железнодорожников Праздничный концерт Играй гармонии Посвященный Дню России Когда он меня объявил Что у нас сегодня Новый герой На нашем концерте Впервые с Октябрьского района Я стою в кулисах Мне выходить на сцену А вот вы мне поверите Я не могу шага сделать Вот ступорный Вот самый настоящий Вот такой был у меня испух Это просто не передать Я не знаю, что со мной было И он поворачивается в кулисы Видит, что я стою И говорит Ну что ты стоишь? Я ведь тебя уже объявил Давай выходи Но где-то к середине песни Вот я почувствовал, что зал меня слушает Песня закончилась Аплодисментов нет Виталий Абрамович не выходит И тишина стоит в зале Вот И потом, значит, шквал аплодисментов Вышел Виталий Абрамович Попытался что-то сказать про меня А аплодисменты идут Он говорит Вы подождите Я хоть дайте хоть что-то вам Про него расскажу Ну, судя по аплодисментам Они меня приняли Будьте смелыми Как смелым все-таки оказался Сергей Фанайков Ну, а теперь давайте послушаем эту песню Вы имеете ту самую первую песню Которую я исполнила Да Там «Среди русских полей» называется Каменный город Ветер принес Горькой полыни Дыхание И так тревожит Душу до слез Давнее воспоминание Словно я падаю Руки в разброс Травы, дожди, волю и митерь Ветром с полей Шумом берез Душу мою исцелите Там, среди русских полей Дышится сердцу вольней Там я душою воскрес Под сводом чистых небес Мама, отец и родня Там окрестили меня Даже молитва слышнее Там, среди русских полей А у часовой Где холодок Тлеет один огонечек Павшим за веру Кладу я цветок Скромный мой алый цветочек Все мне здесь свято До боли, до слез Травы, дожди, волю и митерь Ветром с полей Шумом берез Душу мою исцелите Ветром с полей Шумом берез Душу мою исцелите Там, среди русских полей Дышится сердцу вольней Там я душою воскрес Под сводом чистых небес Мама, отец и родня Там окрестили меня Даже молитва слышнее Там, среди русских полей Все мне здесь свято До боли, до слез Травы, дожди, волю и митерь Ветром с полей Шумом берез Душу мою исцелите Ветром с полей Шумом берез Душу мою исцелите Там, среди русских полей Дышится сердцу вольней Там я душою воскрес Под сводом чистых небес Мама, отец и родня Там окрестили меня Даже молитва слышнее Там, среди русских полей Даже молитва слышнее Там, среди русских полей Спасибо вам большое за песню Я знаю, что у вас в репертуаре Есть еще одна замечательная песня Называется «Ах, отец» И вот, наверное, она для нас С сестрой знаковая Потому что там вот есть такие слова «Ах, отец, мы не схожи и не схожи с тобой» Нет, это, наверное, верно Для каждой семьи Вообще нас отец, конечно, воспитывал в строгости В порядке Но он был, конечно, очень добрым человеком И его доброта Его такое, знаете, открытое большое сердце Оно было ведь не только для нас Оно было вообще для всех Мне кажется, что воспитать порядочного человека Это намного важнее, чем сделать какую-то карьеру Там не какой-то успех Ну что, исполняем песню «Ах, отец» По перрону в потертом пальтишке Помню я, ты меня провожал Ну а ветер и стал словно книжку Жизнь в руках, чтоб всевышний держал А вагон отплывал в дымной сетке Проводник глухо дверь закрывал Ну а ты все махал своей кепкой Спотыкаясь Спотыкаясь во след кобыля Ах, отец Ах, отец, жизнь такая вот штука Ах, отец, жизнь тебя не ласкала Не искала удача тебя Жизнь тебя в море слез полоскала Обжигала горнилом огня За спиной остроги тревоги И крутые дороги судьбы А твои твердолобые боги Да кому они нынче нужны? А твои твердолобые боги Да кому они нынче нужны? Ах, отец, жизнь такая вот штука Схожи мы и не схожи с тобой А теперь между нами разлука Может быть, млечный путь весь длиной А теперь между нами разлука Может, жизнь, может, вечность длиной А теперь между нами разлука А теперь между нами разлука Может, жизнь, может, вечность длиной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая песня Ну что, может быть, сейчас Что-нибудь жизнеутверждающее Позитивное Что вы принесли сегодня? Вы знаете, вот он всегда просил На съемках передачи И на концертах Надо всегда заканчивать На позитивной ноте Для того, чтобы с настроением И мы уходили, и зрители наши От экрана телевизора отходили И со зрительного зала выходили Чтобы с настроением, с наслаждением Поэтому я сегодня включил В эту передачу песню Которая называется «Некогда жить» Кстати, вот с этой песней Была очень одна интересная история Эту песню еще у нас исполняет Витя Холин Замечательно со Светланой Наш замечательный дуэт И вот на одном из концертов Мы исполняли ее вместе Репетировали эту песню И Виталий Амрамович услышал и говорит Как называется песня? Она в оригинале называется «Некогда жить» Вот, исполнял ее Михаил Ведокимов Наш знаменитый Он говорит Не, ребят Неправильно Надо назвать ее «Надожить» Вот так эту песню надо назвать Поэтому Давайте мы ее назовем «Надожить» 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 Музыку «Надожить» 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 Спасибо вам, Сергей, за то, что вы к нам пришли. Вам огромное спасибо за приглашение. Было очень приятно вернуться опять в эту замечательную обстановку. Будет вам песенное счастье. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok